Всем доброго и бодрого утра, всем хорошего настроения! Всё с началом новой рабочей недели, а у нас все дни праздники. Почему? Потому что у детей летние каникулы, чему мы безумно рады, счастливы. Знаете, правду говорят, что лето – это маленькая жизнь. С первого дня каникул у нас активная жизнь, чему мы безумно-безумно рады. Мы много времени проводим с семьёй, много гуляем, отдыхаем, расслабляемся, кушаем вкусную еду, смотрим классные мультики, читаем книжки. Это круто, девчонки. И мальчишки, если меня смотрят. Кстати, напишите, мальчишки меня смотрят или нет. Вчера, знаете, когда мы прогуливались, я смотрю, что женщины молодцы. Они берут на прокат велосипеды, самокаты электро и катаются по городу. Ведь это так круто, чем просто сидеть дома за компьютером или за телевизором. Лучше поддышать свежим воздухом. И спорт – это жизнь, это вообще классно. Поэтому присоединяйтесь к активной жизни. Ведь жизнь настолько коротка и настолько уникальна, что не стоит терять даже секунды времени. Девчонки, хочу вам советовать вот такую вот замечательную просто сыворотку. Мне многие начали делать комплименты, что моя кожа выглядит очень хорошо в последнее время. Но это то, что я принимаю омегу. Причем омегу не просто какую-то там купил первую попавшую, а качественную омегу. И омега благотворно влияет на весь организм и на кожу в том числе. Но и, конечно, уходовые средства тоже нужно использовать, качественные. Не самое главное, чтобы дорогие. Да, вот это вот дурное понятие. А самое главное – использовать те, которые подходят вашей коже. Я покупала дорогие уходовые средства. И у меня кожа выглядела так, как будто я вообще ничем не пользуюсь. Вот эту сыворотку мне посоветовали мои зрители. И я ее купила. И хочу вам теперь тоже посоветовать. Она мега крутая. Делает кожу более плотнее и разглаживает морщинки. Производитель рекомендует использовать два раза в день, утром и вечером. Но мне бы утром хотя бы дневной нанести крем, да. Но вечером я обязательно ее использую. И даже используя один раз в день, моя кожа выглядит намного лучше с этой сывороткой, чем до нее. Поэтому рекомендую ее попробовать. Упаковка такая вот классная. Здесь вот нажимаете, и отсюда выходит продукт. Прям стильная упаковка, мне очень нравится. Она у меня уже заканчивается, надо будет себе ее еще заказать. Вот этот вот крем для кожи вокруг глаз тоже очень классный. Потому что очень многие думают, что бюджетные уходовые средства не работают. Все работает, если правильно подобрать. А вот этот вот крем ночной обалденный. И у меня такой вот для шеи и декольте тоже очень нравится. Уже второй чубик использую. Вчера всем очень понравился пирог с тростниковым сахаром и рисовой мукой. Попросили сегодня испечь снова. Единственное, с тростниковым сахаром и рисовой мукой пирог не так поднимается, не такой пышный, как с обычным сахаром и обычной пшеничной мукой. Но, тем не менее, он получается безумно вкусный и очень-очень нежный. Попробуйте обязательно. Я себе заварила чай. Сейчас отрежу кусочек вкусного, ароматного пирога и буду наслаждаться. Сладкие ножки Тёмочки. Машала уже побольше ножки. Здесь даже жирочек появился у Тёмки. Такой, эти уже складочки. Машала бы вам расти здоровеньким, счастливеньким. Щекотка? У Тёмочки щекотки, что ли? Коза такая нежная, бархатистая. Просто каждый день Тёмочке наносим лосьончик. Ну и у деток, у самих кожа очень нежная. Ножки. Эти сладкие-сладкие ножки. Сладкие-сладкие ножки. У Тёмочки были утренние спа-процедуры. Вот так. Молодец, молодец, зайчик. Умничка. Гигиена обязательно. Вот так, да. Вот так ножками. Вот так. Такие сладкие пяточки. Стоп, и такие сладкие. И сладкие. Ура, 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 до нас дошла жара. Чему мы безумно рады. Потому что май месяц в Крыму был очень холодным. Сегодня первый день. Кирюша оделся вот так вот. По-летнему. Сегодня, наверное, все первый день так оделись. Он говорит, что вот так вот можно выходить на улицу. Уже жарко. Я говорю, да, умер, ура. Всё, мы сейчас с моим помощником идём на рынок. Почему он всегда идёт впереди? Сразу отвечу на этот вопрос. Потому что часто его стоит. Вот ему так нравится. И он показывает дорогу. В этом ничего плохого не вижу. Он далеко от меня не отбегает. Я его всегда вижу. Так вот. Детки выросли, помощники. И это очень-очень радует. Сегодня идём мы с ним вдвоём. Я вот так вот с детками выхожу. Периодически. Один на один, скажем так. Для того, чтобы они чувствовали, что мы о них не забываем. Что каждый из них для нас ценен. И одинаково мы их любим. Нет такого у нас, что мы больше времени с Тёмочем проводим. Или с Ками. Нет. Наша любовь, наше время на всех одинаково. Хорошо, у нас здесь рыночек рядом. Ой, здесь Серёжина машина. Привет, зайчик. Надо уже совсем летние вещи доставать. Давай, только аккуратно прыгай. Молодец. Мне нравится наш район. Рынок рядом. Остановки, трамвайные, маршрутки. Много всяких организаций рядом. Супермаркеты. Много чего рядом. Для жизни этот район вообще классный. У нас же есть район, на котором курортная зона. Вот для приезжих. Пойдём так, Кирюш. А есть вот для жизни. Для жизни наш район идеальный просто. Короче, Кирюха хочет. Он здесь хаги-ваги, киси-миси. А теперь ещё и кили-мили. Кили-вили. Кили-вили. Хорошо. Кили-вили, здрасте. Набрали 2,5 килограмма клубники. А вон огурчики сейчас возьмём. Купили огурцы. Я не знаю, на меня дождик капает или птички писают. Капает на тебя что-нибудь, Кирюш? Капает? То есть не птички писают? Это уже хорошо. Радует. Такими большими тарелками мою клубничку. Ставлю на стол. И вот каждый сколько хочет, берёт и ест. Потому что обязательно нужно побольше есть детям. Особенно фруктов. Чтобы организм насытился этим всем. Это полезно. И чтобы осенью, зимой, весной меньше болеть, нужно летом хорошенечко наесть овощей, фруктов. И аромат такой от клубники очень приятный. Вышли мы на вечернюю прогулку с малышами. С Кирюшей, с Ками, с Тёмочкой. Карина гуляет с подругой, со своей. А мы идём вот сюда вот, во двор, через дорогу. Посмотреть, какие там дворы и качели. Камилка, ну зачем ты кусаешься? Пойдём гулять. Пойдём гулять. Пойдём там на ка... Ой-ой-ой, Тёмочка, видишь, не хочет останавливаться. Давай, качи, братика. Тёмочка наш противник. Гирюша, такой мы дня в очках. Красиво очень. Здесь внизу будут кафешки, магазины, офисы. Красота такая. Дорога ровная. Красивый дом, новый. У меня здесь знакомая купила квартиру. Камилкин массажист купил квартиру. Тоже скоро сказала, будет переезжать уже. Даже доделывают ремонт. Красивый вот такой. Закат начинается. Кирюш, иди сюда в сторонку. Стой там, стой, стой. Ну не перебегай так быстро, ты что? Вот чем пустырь, лучше новые такие вот красивые районы пусть будут. Смотрите, какие шикарные дворы. Так, и нам надо теперь найти качели. Здесь где-то есть. Сейчас вот так вот прогуляемся. Смотрите, уже высадили розочки. Приятно, конечно, в таком райончике красивом жить. Вот цель, да? Для того, чтобы купить квартиру. Ой, Тёмочка, зачем ты возмещаешься? Ты же накормленный, напоенный, одетый. Спи, дыши воздухом. Здесь тоже домик новый строится. Здесь уже даже и заселились. Живут. Ничего себе, как круто. Здесь у нас еще есть немножечко частного сектора. Раньше это казалось, что вот они через поле где-то живут. А теперь просто через дом. Смотрите, парковочные места. Ого, насколько парковочных мест. А вон площадка, да. Кто ищет, тот всегда найдет. Частного сектора тоже классно. Теперь надо не через поле будет идти, а через цивильную хорошую дорогу. И деткам. Площадка какая крутая. Ого, какие у них подъезды классные. Крутяк. Вообще. У меня отчим, кстати, здесь сейчас работает. Кладет плитку. Говорит, очень маленькие квартирки. Коридоры широкие, комнатки сами маленькие. Особенно санузел. О, здесь тренажеры. Пойдем посмотрим, что там есть. Сильно близко не буду снимать, потому что там дети. Как я так интересую, что я держу. Да не бойся ты. А вот здесь тоже вот живут уже. На втором этаже и на первом. Давайте я вас покатаю. Держись, Камя. С Кирюхой. Мы с Тёмочкой посидим на лавочке. Отдыхнем. Камилочка радуется. Классно тебе, да, Камя? Камя любит такие качели. Не бойся. Держись. Очень круто, что мягкое такое покрытие. Не дай Аллах, упадешь, будет не так больно, как на... Ой, Тёмочка, что-то ты начал чаще возмущаться и громче. Мы же только вышли на прогулку, зайчик. Кирюха, молодец, спортсмен. Камень, не бойся. Да, помоги ей сесть. Молодец. Подтолкни её чуть-чуть, только не сильно. Камень, не вставай. Молодец, Камень. Задание выполнили. Очки снимаешь, а солнца нету. Камень, тётя понравилась. Очки положи, он туда вниз, коляску, чтобы не потерять. Нет, вот сюда, вот в багажник, не там, где Тёмочка лежит. Пуп-пуп-пуп. Посидит, Кирилл, не трогай её, не трогай, посидит. Присела в беседке посидеть, красотка Кана. Что, сынок? Ну, катайся. Камилка. Смена обстановки, конечно, очень хорошо влияет на всех. Камилке так интересно, она везде ходит, смотрит, рассматривает. Хорошо, что у нас в городе всё больше и больше новых скверов, парков. Такие вот дома новые, дворы красивые очень. Так вот, можно... Есть где гулять теперь? Они одно и то же постоянно. Ну, и это красавица. Решили пройтись дальше, потому что там дальше тоже площадка. Но так предполагаю, что она похожа. Ну, пойдём посмотрим. Здесь какие-то гаражи ещё есть. Частному сектору, говорю, вообще очень повезло, что здесь такой классный райончик у них будет, а не поля. Я ещё не представляю, как они здесь жили. Вот от нашего дома здесь вот были поля, поля, и они среди поля, и сзади них поля. Ну, вообще, девочки. Пойдём посмотрим. Пойдём посмотрим. Пойдём. Пойдём, идём. Давай сначала туда, да, а потом туда. Ну, круто. Очень круто, конечно. Глаз радует очень. Жить, конечно, в таком дворе, в таких домах. Круто. Круто, сейчас подошла ко мне женщина, у неё на руках был ребёнок, где-то годы 4-5, наверное. Такой мальчишка симпатичненький. Она говорит, у вас девочка особенная, говорит, да, она говорит, ты, мы тоже особенные. А по нему вообще не скажешь, что у него есть какие-то особенности. Он говорит, да вы что. И подходит к ней второй. А мне, кажется, двойняшки. Она говорит, и второй у нас такой же. Говорит, у нас двое детей. И вот двое таких. Приехали они из Томска. Говорит, не дай Аллах такого никому. А здесь мы не пройдём, Кирюха. А, ты пройдёшь, а я с коляской нет. Ну, пойди хотя бы посмотри. Хитрый ты пацан, конечно. Так, а я с коляской... Не, не надо, не раздвигай. Иди пройди, посмотри, что там есть. Здесь, наверное, будет торговое что-то. А может и квартиры тоже. Ну, классно. Мне очень-очень нравится. Ты устала, что ли? Камя, ты устала? Тёмочку покормили. Нам дальше спать. Красавчик наш. А, здесь посторонним. Вход запрещён. Камила, там дорога. Там опасно. Здесь похожая площадка, но она больше. Это очень круто. Камя, иди на качелях покатайся. Сзади поле. Интересно, там вот что-то строители так и оставят. Ты чего нервничаешь, красотка? Иди погуляй. Вон, с Кирюхой пойдёшь? Кирюха зато развлекается. Он говорит, мама, давай почаще приходите. Говорю, давай, сыночек. Мне тоже очень нравится. Очень приятно в таком дворе гулять. Вообще радостно, что не только наш город, да, а в целом весь Крым за последние лет шесть, семь, ну шесть, наверное, да, очень сильно преобразился. Много всего делается. Много всего строится. Появились детские площадки. Раньше у нас были площадки, знаете, которые ещё строили в Советском Союзе, и они уже, естественно, по старости, лет своей жизнь носились, уже сломались. Такие у нас раньше были дворы. Сейчас начали всё делать, и делать всё хорошо, красиво. Это очень радует. Такие вот новые районы начали строиться. Дороги, парки, скверы. В общем, много-много всего. Есть где с детками погулять. Камилчик. Где погуляешь? В беседку. Ну да. Бел, надо в следующий раз взять мячик и здесь поиграть. Смотри. Ничего себе, барабаны? Круто. А иди сюда. Иди сюда. Зайбай, зайбай. Ух ты. Зайбай, зайбай. Зайбай. Круто. Слушай, столько всего интересного. Да. Для маленьких деток. Вот, Тёмочка подрастёт. Будем сюда ходить. Подскажи мышке. Дорогу, да? До сыра? Да. Давай, подсказывай мышке. Дорогу до сыра. Так, подожди. А где наша пимпа? А, вон пимпочка сидит. Камила. О, круто. Всё, Кирюш, не стучи. Люди пусть уже отдыхают. Уже поздно. Кирюш, не надо, не надо, сыночек. Давай в следующий раз, когда пораньше придём. Так, камень кто-то убежал. Вон туда. А здесь площадка прям для самых маленьких. Для Чёмочки самое то будет. Чё, вот он там возмущайся снова. Класс. Ну, прям вообще круто, молодцы. Смотрите, здесь детская площадка. Дети бегают, да? И родители здесь могут тоже не терять времени даром. Заниматься спортом. Стройнять. Кирюша говорит, мама, можно мы теперь будем и по утрам сюда приходить, чтобы на барабанах стоять постоянно. Я ему не разрешаю, кто там другой мальчик стучит. Я говорю, ладно, завтра утром придём сюда на прогулку. Просто мне здесь тоже очень-очень нравится. Кстати, ещё огромный плюс. Очень много скамеек. Везде, вот видите, мусорные баки. Ну, просто круто. Видите, они везде. Но всё равно кто-то умудрился в дуга положить пустую вот так. Но это ладно, бывает. Видите, сколько скамеечек. На, я здесь тренируюсь. Тренируюсь. Ещё огромный плюс. Ты молодцы. Те, кто вот это всё задумал, да. Площадки эти все. Очень много развивашек для детей. Ты прошёл? Молодец. Круто. Очень много развивашек для деток. Молодцы. Молодцы, просто. Задумчивые оками. Необычные такие. Классно. Кириш, ты отталкивайся от ножичек, потому что мальчик побольше тебе, чтобы вдвоём катались. Это очень милый вид. Свежий воздух. Собаки лают. Тишина. Лёгкий морской ветерочек. Кайф. Просто кайф. Мы уже направляемся в сторону дома. Папулечка, наш дом отдыхает без нас. В тишине, в покое. Такой отдых тоже нужен. Нас иногда вот так вот мы делаем. Например, если рано приезжает с работы, он забирает детей, идёт на площадку. Я отдыхаю. И я так тоже делаю. Забираю детей, он приезжает с работы. Ест спокойно, потому что у нас Камила идёт на кухню со всеми, кто туда идёт есть. Но это как бы иногда напрягает, честно вам скажу, даже греха-то идти буду. Вот хочется иногда вот просто в тишине поесть, посмотреть в каком-нибудь видео, да, и на YouTube. Муж любит так делать. Вот. И мы иногда так вот делаем друг другу. Отдых, скажем так. Сейчас Карина как раз тоже должна подойти в двор и уже будем подниматься домой. Жизнь прекрасна, девчонки. И она одна. Нужно жить и ценить каждое мгновение, каждую секунду своей жизни. Не устану об этом говорить. Кирюша, мой помощник, ведёт Ками. Я благодарна Всевышнему за таких деток, как у меня. Они, конечно, молодцы. И с Камилой хорошо помогают. И Тёма ещё, он вообще молодцы. Умницы. Карина вообще с Тёмочем постоянно. Она его так сильно любит. Но Кирюша тоже очень любит. Но он ещё маленький, чтобы Тёма ещё на ручки брать. А с Камилкой, он помогает, у неё ведёт. У неё водичку доливает на кухне. Если в её стакане мало воды или нет воды. Всегда огурчики ей приносит, когда берёт себе сумму. Надо, знаете, я вот в этой жизни поняла, за всё благодарить Всевышнего. За хорошее. За плохое. Это как урок в жизни. Что? Салфетки забыли. Ну ладно, завтра купим салфетки. Сегодня Кирюша хотел там лайфхак один сделать. Ну ладно, Кирюха. Завтра купим. Ну за всё благодарю. Мы забыли, что сегодня Кирюха не читал. Поэтому он сейчас будет читать. Кирюш, подожди. Может ты сядешь как-то поудобнее или за столик, или на диванчике как-то удобно? Ну и Лёша не надо читать. Сиди, читай. Сиди, сиди, сиди. Вот так удобно. Только садись.